Ее можно сконвертировать, допустим, в файл OBJ, который является просто 3D-моделью, которую вы, допустим, можете уже разместить в какие-то другие программы. Так, давайте перейдем тогда к следующему проекту. Это раздел «Модуль Classification» будет. Его я хочу показать на вот этих данных. Это также облако точек, которое мы рассматривали изначально, на котором мы делали колоризацию и, в принципе, рассматривали проект. В LiDAR 360 существует модуль «Классификация». Этот модуль как раз позволял выделить наземные точки. И также в нем присутствуют и другие классификаторы, которые можно использовать для оптимизации вашего проекта. Так как каждый класс можно использовать как отдельные данные, то есть его можно выгружать, вы можете попробовать разбить ваши данные на несколько классов и, соответственно, немного упростить себе структурирование проекта. Классификации выглядят следующим образом. Они у меня вот здесь. Их цвета можно настраивать и редактировать перенос с одного слоя на другой. То есть вы предварительно можете запустить автоматическую классификацию, которая сделает большую часть работы. И после этого просто вручную подправить. Допустим, что здесь вот есть. Мы видим... Блин, какой-нибудь... Сейчас так... Вот. Мы видим отклассифицированную крышу через инструмент «Classify by Deep Learning». То есть мы выбираем наш облакоточек, который нас интересует. Мы выбираем наш ландшафт. Это будет либо городская, либо сельская застройка. После чего мы выбираем, какие нас интересуют классификаторы. Мы их можем регулировать. И на какие слои это, соответственно, все будет занесено. После чего мы запускаем классификацию и облако уже таким образом сегментируется. Для исправления этой классификации тут предусмотрен полноценный отдельный инструмент, который позволяет переносить данные с одного слоя на другой. Мы можем это делать как в профиле, так и просто инструментом. Допустим, выберем Polygon Selection. Скроем ненужные нам слои. Допустим, вот я не хочу, чтобы была задействована земля. Я хочу только убрать из класса, получается, High Vegetation и Neva Classified. И занести это все на слой Building. Вот таким образом мы можем выделить эти участки. И при необходимости в классификации, допустим, если вам надо выгрузить только здание из проекта, мы можем это все переносить между слоями. Тут также существует несколько инструментов для выделения. Это Line Bow, Line Below. Это, как обычно, плосо, окружности, прямоугольники и так далее. После чего вы можете сохранить результат и выйти из редактора. У вас будет изменен классификатор участка облака точек. После чего вы можете, опять же, повторюсь, его выгрузить. То есть выбрать... Вы можете также эти слои просто комбинировать. Вот почему я это все ввел. Вы можете выгрузить только здание и землю, допустим. Откинуть растительность, откинуть вот эти вот белые точки, которые находятся в классе Never Classified. Они, то есть, такие промежуточные. Это может быть как раз сам грунт. То есть он же идет с слоем не в одну точку, а здесь какие-то напыления, насыпи и так далее. Это все будет как раз относиться к нему. И из этого вы можете сформировать отдельные облака точек и, собственно, уже с ними работать. И также хотелось бы показать еще... Да, показать еще новую возможность Элидара. Мы его недавно перевели на русский язык. То есть у вас может быть русифицированная версия. Она поставляется просто внутри обновления. То есть это перевод сделан был совместно с разработчиками. Они отправляли нам исходные файлы. Мы их потом переводили. Это все накладывалось на интерфейс. И есть возможность его активировать. Просто из настроек это поставляется в официальной версии обновления. То есть она свободно распространяемая. Если кому будет интересно и кому не пришло обновление, вы можете обратиться к нам. Я вышлю ссылку, если вы уже работаете с Элидаром. Так. И дальше, да. Я хотел показать также новый модуль. Более расширенный триллеробилдинг. В нем есть возможность формировать лот-2 модельки ваших зданий, которые будут обнаружены в проекте. Но для этого надо провести некоторый алгоритм из действий. То есть изначально вы вообще по-хорошему выполнили классификацию. Это просто создано для удобства. Хотя бы какую-то. То есть даже если у вас из-за того, что крыша с уклоном, какая-то часть не будет отклассифицирована, это все равно укрестит вам работу. Вы можете создать новый векторный файл. Вы его создаете. И в Элидаре есть возможность работать с векторной графикой в очень упрощенном варианте. То есть тут есть сплаймы, полилинии, просто линии. Но проблема в том, что здесь нет... Ну как проблема? Просто отличие от автокада, что является основной векторной программой. Здесь нету модулей. Там тот же самый с PDS. Нету работы с блоками и так далее. Здесь вы просто можете условно говоря какую-то основную работу, связанную с контурами провести. То есть там прокинуть какие-то линии, что-то очертить, какой-то простенький абрис сделать и так далее. То есть это тоже здесь возможно. Но основное для чего я предлагаю его использовать, это нажать в фильтр by elevation, поставить, допустим, высоту 9 метров и таким образом регулировать ваше облако точек для отображения силуэтов отдельных зданий. После чего вы можете использовать функцию Extract Building Footprint. Она позволяет извлечь контур здания просто на основании его геометрии. То есть вы выделяете какую-то фигуру и она уже подгоняется. Это обязательно делать с функцией Filter by elevation, потому что иначе, если все дело пустить на землю, то будет много мусорных данных из-за того, что есть точки, к которым можно привязаться. То есть если мы сделаем вот так, то наш контур будет, собственно, неправильным. Поэтому лучше это все немного поднимать. И как раз для этого нужны слои, для того, чтобы отключить их отображение и упростить себе задачу. Это не обязательно делать по одному зданию. Вы можете это делать целыми массивами, желательно до одного квадратного километра, потому что иначе могут возникать ошибки. То есть вы можете выделить, допустим, этот участок и внутри замкнутые контуры будут определены как здания. Тут есть свои настройки в параметрах. Допустим, почему вот это здание не было определено как отдельное, потому что здесь установлен фильтр, то что минимальная площадь это 20 квадратных метров. Вы также этим можете варьировать и, собственно, получать другие результаты. После того, как вы формируете, допустим, ваши вот эти векторные файлы, вы их можете сохранить и, во-первых, вы можете просто их выгрузить, вы просто можете их выгрузить, допустим, в тот же самый автокад. Они сейчас в формате GPTG, но вы можете его конвертировать. То есть тут есть вектор conversation и вы можете его, по идее, перегнать в другой. Либо есть второй вариант, вы можете просто изначально использовать его как, допустим, shape, либо dxf. После создания вашего вектора можете, собственно, да, я сейчас просто покажу это на небольшом участке, вы можете создать модель вашего здания в автоматическом режиме. То есть вот так отображаются ваши векторные данные. Они привязаны к высоте, к той плоскости, в которой вы их строили. То есть таким образом они отображаются. Для упрощения демонстрации я это все немного обрезал. Мы видим, в общем, такие контуры. Если мы откроем вкладку 3D-билдинг, то мы здесь видим функцию, то что мы здесь видим функцию AutoCreate Buildings. Мы ее можем запустить и получить следующий результат. То есть вы получаете LOD2 модель. Она содержит изгибы, общую геометрию. Она довольно простенькая, но она пытается соответствовать своим высотным отметкам. Она пытается соответствовать этим геометрическим размерам. И также дальше ее можно использовать. То есть ее можно сконвертировать, допустим, в файл OBJ, который является просто 3D-моделью, которую вы, допустим, можете уже разместить в какие-то другие программы. И у вас не будет необходимости работать с вашими облаками точек, потому что, ну, соответственно, они тяжелее просто-напросто. Вы можете использовать эти 3D-модельки, потому что они геопривязаны и они же создаются в координатах. И просто облегчить таким образом проект. Ну, опять же, как один из вариантов использования результатов облака точек. Также вы можете при наличии проекта фото натянуть на эти здания текстуры. Либо вы можете посчитать их атрибуты. То есть тут добавляется полноценный раздел, который позволяет работать с таким легким BIM, который просто, ну, эти данные являются привязанными, они основаны на реальных данных, поэтому их уже можно использовать, ну, точнее, рассматривать как в какой-то мере BIM-данные. И потом это все немножко можно в порядок привести через добавление текстур, материалов и так далее. Наша сегментация завершена. Мы добавляем в проект иконку и получаем результаты. Ага, так, это тоже важный момент. Нам необходимо использовать не четыре этих облака точек, потому что каждое облако точек, они перекрывают друг друга. Мы это можем увидеть. И ваши деревья будут дублироваться. Вот вы получаете ваше сегментированное облако на отдельные деревья, но его придется сейчас заново просто запустить. Также продолжим дальше по программе. Это пока заново отсегментируется. Так, после этих модулей хотелось бы показать еще работу с модулем Powerline. Так, это также данные сняты на воздушный сканер. Здесь есть участок как леса, так и линии электропередачи. Он состоит из двух облаков точек. Здесь хотелось бы показать модуль Powerline. Он хоть за последней версией стал более урезанным, то есть это выделилось в отдельное ПО или Powerline, но все равно здесь остался небольшой функционал, который позволяет выполнить классификацию ваших облаков точек с лэпом, с учетом границ, вызванных как раз этими вышками и с учетом коридора, заданным вами. Так, давайте я вам покажу, как это выглядит. То есть здесь можно отклассифицировать не все облако точек, а только его часть, предварительно задав эти рамки, в которых оно будет определяться, рамки, в которых оно определяется, и таким образом вы можете также выгружать именно отдельно, просто условно какие-то облака точек с проводами и так далее. Это все реализовано с помощью вкладки Powerline и кнопки Real Time Condition Analysis. Мы здесь выбираем нашу рабочую директорию, XML как шаблон для поиска и определения, выбираем нашу проекцию и скольки ватная линия. Нажимаем ОК, и здесь у нас отображаются наши вышки, которые нам необходимо предварительно разметить. Они здесь отмечены, это делается просто через нажатие, допустим, вот добавить снизу, и вот ставим то, что у нас вот здесь, вот здесь, вот здесь вышки. Указываем их тип, либо это просто прямые вышки, либо поворотные. И также, если вы что-то сделали неправильно, вы можете эти данные удалить. Потом на основании вот этого файла просто формируется ваш контур. То есть, вот как вы можете увидеть, вот здесь первая, вот здесь третья вышка, и дальше при классификации анализе оно не выходит. То есть, это именно такая как точечная операция, которая позволяет работать классификацией. И, собственно, вот сам процесс классификации запускается уже отсюда. То есть, это два разных алгоритма. Повторно выполнять я его не вижу смысла, то есть, он уже выполнен. Но покажу, какие здесь используются параметры. То есть, вы классифицируете сразу землю, указываете ваш начальный и конечный индекс вашей вышки, в рамках которого будет создаваться как раз вот эта ограничивающая рамка. И указываете ширину канала. После чего вы задаете параметр поиска рельефа, можете выбрать функцию удаления шумов и указать, допустим, остановку или отмену треангуляции. И также количество потоков используемых вы можете настроить, потому что изначально этот модуль, он был рассчитан на именно анализ каких-то больших данных, в которых как раз одного процессора будет мало и использование одной видеокарты будет мало, и вы можете регулировать количество процессов, точнее, ядер задействованных в процессе. Здесь была выполнена денормализация и можно заново его сегментировать. Вы также можете запустить поиск опасных точек. Он будет основываться на вашем XML-шаблоне, то есть в нем предварительно указаны данные. И у вас будут просто отмечены точки, которые могут вызвать опасность за счет каких-то контактов с проводами и так далее. К сожалению, на данный момент остальные функции, вот эти, они не работают. Они вынесены, вот как я уже говорил, в отдельное ПО. И также, если вас не устраивает ваша классификация, то вы можете ее изменить также в ручном режиме. Еще хотелось бы показать данные... Давайте, наверное, для начала это я все удалю. Хотелось бы показать данные с как раз ручной вешки для самого сканера X3. То есть вот его не так давно перевели как доп.функцию на наземную съемку. И он работает на базе слэма и ГНСС. То есть вы можете его сейчас, данные, увидеть. Опять же, если кому будет необходимо, я могу это все отправить. Опять же, пишите по контактам из презентации нам. И я отправлю вам все данные. Этот сканер, он не вращается, как, допустим, LeGrid тот же самый. У него сенсор находится в одном положении. И он работает, можно сказать, как прицельное сканирование. То есть, когда вы передвигаетесь, вы снимаете только в одном векторном направлении. То есть, если это все сейчас отображать, то, допустим, вот здесь стоит оператор. И сканирование происходит следующим образом. Охватывается, грубо говоря, вот этот диапазон. Очевидно, длина его больше. Но я про то, что у вас не будет такого же результата, как на данных LeGrid, которые вращаются вокруг своей оси полностью. И вы, допустим, не сможете 12-этажное здание снять. Просто ведя там практически вплотную к нему. Но вот как вы можете увидеть, здесь, по-моему, да, вот тут вышка есть. То есть, если снимать издалека, то у вас все равно могут получиться данные неплохие. То есть, это скорее, знаете, какая-то альтернатива, нежели прямое использование этого прибора. То есть, в воздухе от него побольше пробок. И также вы здесь не сможете получить колоризованные данные из-за особенности работы камеры. Поэтому здесь они будут раскрашены в соответствии с выбором программы. То есть, по высоте, интенсивности, классификации и так далее. Вот. И хотелось бы еще показать съемку небольшого моста. То есть, такие объекты тоже можно снимать. Он проходил, соответственно, над водой. Вы здесь можете увидеть там каких-то минимум шумов. И в чем плюс? Вы с помощью сканера можете получить конструктив боковой стороны самого моста. То есть, у вас получается не только какая-то плоскость сверху, но и можно облететь таким образом, чтобы отсканировать его несущие конструкции. По основным материалам, в принципе, вот сейчас как с лесом закончу, это будет все. То есть, я быстренько так пробежал. И если у вас будут какие-то вопросы, вы можете их там начинать задавать и так далее, чтобы они копились. И потом я уделю время для демонстрации на других облаках этих данных, которые вас интересуют и так далее. То есть, сейчас еще, наверное, пообщаемся с вами. Думаю, полчаса, может, минут сорок будет на это в запасе. Так что, можете формировать вопросы. А ты ответил уже на несколько? Я ответил на один, пока какие-то данные обрабатывались. И Тони Факт просто посмотрел, что в чате происходит. Здесь просто есть еще вопросы про оборудование. Ну, давайте тогда параллельно начну на них отвечать. На квадрокоптер Geoscan 401 геодезия, этот сканер можно поставить? Этот сканер, давайте я пока трансляцию остановлю, чтобы контакты было, если что видно, какие-то вопросы сформировать, отправить. По поводу Geoscan, смотрите, X3, он устанавливается в Skyport, который расположен на матрисе 300 и также на GDU S400. Если существует переходник между Geoscan 401 и Skyport, то, соответственно, его можно установить будет. Еще по стоимости вопрос. По стоимости вопрос. Да, как раз на инфо-альфа-сканер, либо через сайт можете запрос отправить, потому что я с коммерцией никак не связан, не проинформирую. Следующий вопрос ты, да, по-моему, отвечал? Да, облако можно получить. Да, демонстрационные файлы, все, которые вы сегодня увидели, вы можете запросить, просто сказать там, какой, либо весь архив могу отправить. И, в принципе, там, любой формат, который скажете, я сконвертирую, я отправлю там ссылкой на диск и так далее. Ну вот, по последней показанной презентации. А площадь леса какая, спрашивает Андрей? Площадь леса, сейчас давайте посмотрим. Так, 492 909 квадратных метров. А, Дмитрий, вопрос. Какое ПО делает обработку SLAM? ПО делает обработку Liffuser. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий знает, да? Да. Да, коллеги, еще вопросы. Пока ждем вопросов. Можно, наверное, дальше презентацию проводить. Там обработка завершилась, нет? О, сейчас посмотрю. Нет, идет, но сейчас она уже должна, по идее, заканчиваться. Да, коллеги, еще раз напоминаю, кто хочет подключиться с камерой и звуком, можем это сделать. Соответственно, пишите об этом в общем чате или мне в личные сообщения. Так, и я увидел, собственно, вопрос на другом облаке. Это показать, как отображаются насаждения. Сейчас пока все равно обрабатывается. Давайте я открою. И Дмитрий, вот еще дополняет вопрос. Liffuser входит в комплект поставки? Насчет этого я не знаю. Лучше связаться также на InfoAlphaScanner. Ну да, то есть там с отделом продаж. Да, и уточнить уже у них. Потому что эта ручка, она была разработана не так давно, и информации по ней все еще не так много. Вот, насаждения выглядят следующим образом. И вот здесь мы можем видеть, как это все организовано. То есть у нас к каждому облаку присвоено ID. Ну, вообще не к каждому облаку, к каждому дереву, конечно. И у нас формируется таблица. Таблицу можно открыть и посмотреть в ней данные. Так, здесь отображается по иерархии ID, координаты X, Y, Z, высота дерева. Вот, его диаметр пустой, потому что стволов не видно, они не определяются. И в нескольких направлениях диаметр кроны. Ее площадь и объем. Вот, в работе с лифьюзером, ну, не с лифьюзером, а с оборудованием, предназначенным под лифьюзер, то есть мобильными сканерами, мы получаем данные со стволами, поэтому у нас во вкладке TLS есть возможность выбора между типами поиска этих деревьев. То есть мы можем искать как по сечению, так и автоматическим алгоритмам по поиску возвышения от земли. А во вкладке ILS есть только автоматическая сегментация, которая определяет просто кроны и уже их определяет как отдельное дерево. То есть здесь один метод поиска деревьев. Но также есть seedpoint editor, который позволяет там редактировать ваш уже имеющийся файл в каком-то том или ином виде. То есть там удалить ненужное что-то, либо определить нужное при нахождении ошибок и так далее. Отметка по верхней точке крон деревьев есть? Да, по идее это есть. Вот, 3Height. Высота дерева, она как раз... Дерево, в общем, определяется в этих алгоритмах с помощью... Ну, то есть ее макушка, ну то есть самая верхняя точка, это будет начало дерева считаться. И таким образом 3PostZ и 3Height это одни и те же значения, только укругленные друг относительно друга. То есть здесь там до одного знака, здесь там до двух-трех. И как раз это является отметкой макушки здания в этом дереве. Как раз кроной и является им. В принципе, могу еще показать какие-то возможности самого LiDAR, то есть уже по инструментам пройдясь просто. А, могу, кстати, показать перевод его на русский, потому что мне просто со временем уже привычнее работать на английском. Вот, то есть вы можете увидеть то, что у вас будут иконки большинство на русском, некоторая часть на английском, потому что мы делали перевод под версию 6.0, а добавили его в версии 6.1 из-за того, что это был крупный патч и только в нем это удалось сделать. Плюс перевод довольно объемный, приложение большое, программа комплексная и это все занимает время. В принципе, вы можете работать как на русском, так и на английском. Просто на русском из плюсов то, что вы будете понимать изначально, что вы делаете, а на английском из плюсов то, что вы всегда сможете сослаться на документацию. То есть можно использовать только сам LiDAR, потому что в нем существуют подписи к функциям. То есть на классификации ключевых точек вы можете увидеть, что она делает, за что она отвечает. И многие функции на самом деле также подписаны, что облегчает работу. Но допустим, если вы работаете, либо наоборот только начинаете и вам этого мало, либо работаете очень глубоко и вам надо понимать, какие функции основаны на каких алгоритмах, то работать с английской документацией вам будет попроще. Документация у нас не переведена, потому что она огромная, там целая книга на 750 страниц и тут с приложением только разобрались. Из непереведенного модуля 3D зданий, потому что он состоял раньше из вот этих пяти кнопок, сейчас его обильно расширили. Остальное в целом переведено и можно пользоваться. То есть если вы захотите, можете запросить версию 6.1 у меня, также через инфа-альфа-сканер, мы вам ее отправим и будем рады принять какие-то замечания по переводу. Это все очевидный не финальный результат, будем это все править. Если у вас будет какое-то решение по более точному переводу, вы всегда можете формировать условный список, либо буквально там по одному скидывать список, уже мы сформируем и будем улучшать наше ПО. Так, векторизировать крону каждого дерева можно. Нет, лифьюзер не переведен на русский, но лифьюзер довольно маленькое ПО, поэтому его особо нет смысла переводить, как нам кажется. Потому что там буквально кроме настроек вы толком ничего не делаете, вы дальше переходите в леда. Если рассматривать, опять же, нашу экосистему продуктов. Так, векторизовать крону каждого дерева возможно. Ну, давайте подумаем. А в плане векторизовать, то есть получить ее как данные, в плане там, как она выглядит, или именно, ну как, растровое изображение, то есть тот же самый там DEMDSM, или интересует именно вектор с отображением в контурах. Можно растр, либо вектор с контуром. В теории можно построить сечение по облаку точек. Сейчас, давайте, что-нибудь открою. Так, добавить данные. ILS Result. Возьмем маленький. Как это убрать, открыть. Здесь в теории как можно сделать. Можно построить сечение, допустим. Либо можно даже без сечения, а просто построить DEM на основе этого облака точек. У вас будут, в принципе, отображаться же вот в точно таком же виде, вот как с 2D открыть, только с определенной сеткой, которую вы установите. Ну, там, грубо говоря, метр на метр будет за пиксель считаться, или еще каким-то масштабом. Вот. И на основании вот этого облака, вот в точно таком же виде, ну, именно градиентом по высоте, вы получите растровое изображение с сохранением метаданных. По поводу вектора, здесь не предусмотрена обрисовка каждого дерева. Тут единственное, есть функция довольно странная, но она присутствует. Вот, если не ошибаюсь, о, нет, это не она. Вот, вектор, tools, нет. В общем, здесь, на русском теряюсь до сих пор, вы можете попробовать сформировать обрис всего облака точек. То есть, я, конечно, не знаю, какие должны быть мощности, чтобы там полноценного леса сформировать векторный контур, но я на чем-то пробовал, и, в принципе, он какие-то линии формирует. То есть, не думаю, что выйдет что-то из этого путного, но можно попробовать, почему бы и нет. Но так, мне кажется, самое оптимальное будет это формировать растровое изображение по кронам и уже от них отталкиваться. По большому счету, если вы, допустим, будете формировать даже по отображению по высоте, вот этому, вы формируете растровое изображение, добавляете его как подложку в какую-то вашу программу, и сверху вы просто добавляете ваши данные, полученные из ведомости по сегментации. Таким образом, у вас они могут быть сопоставлены в двухмерном виде.